Антарктида С счастливым чувством первооткрывателя она одаривает тех, кому удается пройти трудные испытания и прикоснуться к тайнам неведомой Земли. Антарктида Наверное, антарктический континент тем и интересен, что каждому рискнувшему отправиться к его берегам он дает возможность испытать себя, совершить свое большое или маленькое открытие. На корабле Григорий Михеев, следующем по курсу к Южному материку, собрались искатели приключений из разных стран мира. Среди прочих и мы – команда российских аквалангистов. Самая многочисленная и представительная. 19 участников экспедиции – члены подводного клуба МГУ. Команда давняя, спаянная, проверенная водами многих морей и океанов. Конечно, поездка в Антарктиду была для нас заветной мечтой, или, как говорят, идеей фикс. Особенно после экспедиции на Северный полюс, где мы впервые уходили под толщу льда. Уже тогда нам казалось, что наше погружение в Арктике – это всего полдела. И успешное завершение его может быть только на другом краю Земли – в Антарктиде. Уже тогда это стало для нас осязаемой целью, можно сказать, делом жизни. Трудно поверить, но еще совсем недавно, в начале 19 века, никто не знал о существовании материка. Были догадки, предположения. Великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов, обладавший даром научного предвидения, в свое время писал. Сомневаться не должно, что в большом отдалении острова и матерая земля многими и нисходящими снегами покрыта, и что большая обширность земной поверхности около Южного полюса занята онами. Первыми подтвердили гениальную догадку о существовании матерой земли наши соотечественники. В 1819 году российская морская экспедиция под командованием Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах Восток и Мирный отправилась в долгое и опасное плавание к Южному полюсу. Им было предписано продвинуться сколько можно ближе к полюсу, отыскивая неизвестные земли. Сквозь нагромождение огромных льдин, холодные ураганные ветры и бурные океанские течения в январе 1820 года экспедиция подошла к берегам Антарктиды. Я называю обретение сие берегом, потому что отдаленность другого конца к югу исчезала за предел зрения нашего. Внезапная перемена цвета на поверхности моря подает мысль, что берег обширен, или, по крайней мере, состоит не из той только части, которая находилась перед глазами нашими. Не оставалось сомнений. Русские мореплаватели открыли Антарктиду, досели неизвестный шестой континент Земли. Двое с лишним суток пути до Антарктиды прошли незаметно. Мы благополучно пересекли пролив Дрейка и широту неистовых шестидесятых. Так эти воды прозвали за крутой нрав с их мощными западными ветрами, густыми туманами, снегопадами. Нам пока везло. Стояла прекрасная погода. На море был редкий для этих широт стиль. Первая наша остановка – южные шотландские острова. Эти острова своего рода преддверия Антарктиды. Суть – вулканические вершины подводных горных хребтов, поднимающиеся над поверхностью океана. Берег слегка дымился, что напоминало о дремлющих подземно-подводных силах. Такое ощущение, что ты присутствуешь при первых днях сотворения мира. Именно того момента, когда явилась суша, извод морских. Встречала нас дружная толпа местных жителей острова – пингвины Адели. Их было так много, и вели они себя так по-человечески забавно, что поначалу мы не заметили неподвижно лежащего морского слона. Просто приняли его за большой прибрежный камень. А он, в свою очередь, наблюдал за суетой происходящее вокруг. У пингвинов горячая пора – сезон строительства гнезд. Готовясь к кладке яиц, семейные пары трудятся, не покладая рук, то есть клюва. Самая тяжелая часть работы, конечно, у самцов. А даме перед ответственным периодом материнства можно и перышки почистить. У этого флегматика-бобыля, видимо, другой жизненный принцип. Сначала построить дом, а уж потом искать вторую половину. Ну что ж, в этом есть резон. Камушки – основной стройматериал на острове. Правда, их здесь наперечет. Вот и приходится подворовывать у соседа. Если заметит, скандалу не оберешься. Кстати, в этом суровом краю установлен целый свод запретов. К примеру, ничего нельзя брать с берега, даже камушка на память. Именно его может не хватить для насущных нужд местных обитателей. Запрещено прикасаться к животным. Разве только они сами захотят установить более тесный контакт. Другие аборигены Антарктиды – морские слоны из семейства тюленей – проводят на суше всего несколько недель в году. За это время они успевают вывести потомство, спариться и полностью перелинять. Да еще и сладко выспаться. Их храп и тяжелые стоны часто слышны сквозь шум прибора. Самцы морских слонов любвеобильны. Держат гарем, который состоит из 10-15 самок. Как правило, они лежат на берегу всем семейством, тесно прижавшись друг к другу. В центре хозяин. Крупный, весом до трех тонн, с великолепным носом-хоботом. Сейчас вид у него не совсем респектабельный. Ничего не поделаешь. Смена гардероба. Сезон линьки. У островных жителей свой строгий распорядок. Поработал, можно и подкрепиться. В прибрежных водах пингвины выуживают мелких рачков, рыбок. А жир, который накапливается в их теле, помогает выдержать самые лютые зимние морозы. Тело пингвина подобно термосу. В нем так хорошо сохраняется тепло, что сейчас, пока зима не вступила в свои права, птицам порой становится жарко. Они растопыривают при ходьбе крылья, чтобы остудиться и проветриться. А здесь, кажется, два удовольствия в одном. Своя маленькая теплая ванна, и в ней есть чем полакомиться. Настала пора освежиться и нашему приятелю-великану. Морские слоны, такие тяжеловесные, неуклюжие на берегу, в воде настоящие пловцы-виртуозы. К нашей зависти они лучшие ныряльщики, чем люди. Легко погружаются на полтора километра и могут находиться на такой глубине до полутора часов. И никакой тебе декомпрессии и кессонной болезни. Утро следующего дня ослепило нас белизной горизонта. Антарктида, словно радушная хозяйка, приглашала в свои сказочные ледяные чертоги. Субтитры создавал DimaTorzok Поначалу пространство показалось застывшим и безжизненным. Это впечатление очень быстро рассеялось. Живые обитатели ледяного царства не замедлили объявиться. Они всячески выказывали нам свое расположение, с удовольствием демонстрируя незаурядные способности в разных видах передвижения. Чтобы подобраться к материку, нужно умело обойти айсберги и пробить себе дорогу через ледяные поля, покрывающие морские волны. Современный корабль, подобный нашему, с такой задачей вполне справляется. Тем труднее представить, как сквозь нагромождение льдов пробирались сюда первопроходцы на своих деревянных парусных судах. После открытия Антарктиды вторым по значению событием в истории полярных исследований было покорение Южного полюса. В 1911 году из разных точек материка двинулись к полюсу норвежец Руал Амундсен и англичанин Роберт Скотт. Счастье оказалось на стороне Амундсена. Четко продуманная экспедиция, а главное верно выбранное средство передвижения, ездовые собаки, помогли добраться до полюса. 16 декабря 1911 года Амундсен водрузил там норвежский флаг и вернулся на родину триумфатором. Скотт больше рассчитывал на выносливость и тягловую силу лошадей пони, но суровый полярный климат для них оказался губительным. Уже на полпути к полюсу Роберт Скотт и его спутники остались без средств передвижения. И им самим пришлось тащить сани весом почти 300 килограммов. Скотт опоздал на месяц. Дойдя до заветной цели, он обнаружил адресованное ему письмо победителя. В тот день Скотт записал в своем дневнике. Они первыми достигли полюса. Ужасное разочарование. Горечь поражения подкосила и без того обессиленных англичан. На обратном пути, не дойдя 11 миль до склада с продовольствием, Роберт Скотт и его товарищи погибли. Последние записи из дневника. Метель не унимается, топлива нет, пища осталась на раз или два. Не думаю, чтобы мы могли еще на что-нибудь надеяться. Ради Бога, не оставьте наших близких. Наступила пора и нам испытать судьбу. С раннего утра началась подготовка к важному и ответственному моменту – погружению в воды Антарктиды. Еще и еще раз дотошно проверяли снаряжение, съемочную аппаратуру. Ведь любой промах мог стать роковым. А Антарктида, как известно из истории, легкомыслие не прощает. Последние наставления Михаила Сафонова, руководителя экспедиции. Он толковал нам о возможных опасностях и правильном поведении подо льдами. Волновались ли мы? Да, очень. Не каждый день выпадает такое счастье оказаться под айсбергами. И если бы не шум мотора лодки, наверное, было бы слышно, как громко стучат наши сердца. Примет ли нас Антарктида? Не покажется ли ей дерзким наше желание проникнуть в ее глубины, взглянуть на нее изнутри? Предприятие, безусловно, рискованное. Но уверенность вселял в нас опыт наших предшественников, первых исследователей арктических глубин. Этот шаг в неведомый подледный мир сделали трое российских ученых-гидробиологов Михаил Проп, Евгений Грузов и Александр Пушкин. Болевой сезон 1965 года. И за дня в день они проводили свои исследования под двухметровым припаянным льдом, опускаясь порой на глубину до 50 метров. Это был очень смелый проект. Им удалось собрать ценнейший научный материал, открыть сотни новых видов морских животных. И, собственно, положить начало изучению богатой и разнообразной подводной жизни Антарктиды. Готовность номер один. Команда. Ну, с Богом. Пошли. И почти сразу чувство свободы и блаженного покоя. Вот они. Те самые потаенные, спрятанные под толщу воды девять десятых частей айсберга. Подводный массив может уходить в глубину на расстоянии до 500 метров. Вся поверхность их словно отполирована, обработана искусной рукой художника-гравюра. Здесь он поработал с особой фантазией. По-видимому, это та самая грань, по которой прошел откол от материка. Глубокие борозды, следы сползания ледяного гиганта. Сколько лет ему? Сотни? Тысячи? Какое количество материала понадобилось природе, чтобы выстроить такой небоскреб? В нем законсервированы тонны пресной воды. Ученые подсчитали, льды Антарктиды составляют 70% от мирового запаса. И может быть, не так уж безумна идея буксировки айсбергов в страны, где этой драгоценной влаги не хватает. Поначалу мы так были захвачены величественной красотой самих льдов, что не заметили никаких признаков жизни вокруг них. Но вот к нам навстречу, приветливо мерцая, выплыл житель холодных вод, красавец-гребневик. В воде он передвигается с помощью восьми рядов грибных пластинок, которые, отражая падающий свет, переливаются всеми цветами радуги. Вслед за ним появились и другие обитатели подводного царства, так называемые сальпы. Они бывают разными по форме и состоят в дальнем родстве с позвоночными животными. Образуя колонии, сальпы пассивно плывут по течению, питаясь планктоном. Чем внимательнее мы вглядывались во льды, тем больше обнаруживали в них разные проявления жизни. Вот эта смешная букашка и есть знаменитый планктонный рачок криль. Именно он является основным звеном сложной сети, образующим экологическое целое Южного океана. Крилем питаются киты и тюлени, морские птицы и рыбы. Команда на всплытие. Температура воды ноль градусов и холод, пробирающий нас даже сквозь плотную ткань костюма, не позволяет находиться здесь так долго, как хотелось бы. Мы возвращались на корабль, переполненный ощущением только что пережитого восторга, потрясения. Казалось, душа Антарктиды приняла нас, поделилась чем-то очень сокровенным. В час заката весь интернациональный состав экспедиции собрался на фалбе. Экипаж поздравил нас с боевым крещением. После вкусно приготовленного барбекю и бокала красного вина все языковые барьеры пали и до вавилонское понимание между людьми было восстановлено. Вечерний пир в лучах заходящего солнца стал последним торжественным аккордом дня. «Антарктида» «Антарктида» Что снится Антарктиде по ночам? Может быть, ее далекое безоблачное детство? Начало ледникового периода материка теряется в темной глубине веков. А еще раньше, может быть, 140 миллионов лет назад, эта земля была свободна ото льдов. Здесь кипела жизнь, грохотали вулканы, вверх взмывали горячие фонтаны гейзеров, бурные реки несли свои воды к морю. Под теплым южным солнцем произрастали леса, кустарники, сочные травы. В них обитали древние виды животных, рептилии и птиц. Поразительно недавняя находка австралийского геолога Мартина Бродхем. Им обнаружен в одном из областей континента на глубине 360 метров подо льдом квадрат древнего города. Значит, здесь жили люди и под ледяным панцирем скрыта тайна, быть может, неведомой цивилизации. Что же произошло? Какие природные катаклизмы изменили климат на континенте? Когда, 200 миллионов лет назад или может быть 100? И какова до ледниковой истории Антарктиды? Все эти вопросы по сей день терзают ученый мир. Есть только предположения, гипотезы. Белая страна безмолвствует, не спешит быть разгаданной и по-прежнему ждет своих исследователей. Утром следующего дня нам предстояло познакомиться с самыми знатными обитателями континента. Но увидели мы их не сразу. Сначала услышали. До нас долетел далекий и очень глубокий выдох. Потом еще и еще. Из разводьев между льдами вдруг неожиданно вырывались водяные фонтаны и острые черные треугольники поднимались в воздух. да, это были киты, стадо синих китов. В эту бухту они приплыли поживиться богатым планктоном. Антарктическим летом, когда морские льды разрушаются, все обитающие в них животные, рыбы, рачки, становятся легкой добычей для морских великанов. И все-таки хотелось думать, что именно к нам они спешили навстречу. И эти грациозные прыжки означали жест привета и радости. Они явно искали контакта с людьми, вовлекали их в свою игру. Мы приняли приглашение и, совершенно забыв об опасности, пустились за ними вслед. Киты самые крупные животные на Земле. Детеныш синего кита прибавляет в весе по 100 килограмм в сутки до тех пор, пока не достигнет длины в 30 метров, а веса в 100 тонн. За этими тоннами мяса, жира, драгоценной амбры с начала прошлого века устремлялись охотники со всего света. Первые из них подвергали себя смертельной опасности. Они шли на парусниках, оснащенных шлюпами-вельботами с гарпунами в руках. Встреча с морскими исполинами выливалась в единоборство, в котором зачастую проигрывали люди. Ведь кит одним взмахом хвоста способен был разбить лодку. Вскоре выгодный промысел перешел на промышленную основу. Изобретались гарпунные пушки, скипы, устройства для подъема души на палубь. Создавались целые плавучие фабрики для убоя и немедленной обработки кита. Первыми жертвами варварского истребления стали самые крупные голубые киты. Затем почти совсем исчезли зубатые киты, кошелоты. Сильно пострадали горбачи и полосатики. Эти заржавевшие останки китобойного судна выглядят надгробным памятником самому себе. Корабль потерпел крушение в 1915 году наткнувшись на скалы у самого берега. Его корма уходила под воду на 20 метров. Дощатая палуба хорошо сохранилась, а металлические части судна, разъеденные коррозией, были покрыты словно поминальными венками, разноцветными водорослями и различными микроорганизмами. И тут мы обнаружили рядом с погибшим китобоем кости огромных размеров. Это были позвонки кита. Воображение рисовало трагедию, развернувшуюся здесь сто лет назад. Они погибли в один день. Китобойное судно и загарпуненный им кит. Остается лишь гадать, само ли животное в последнем предсмертном рывке затопило своего убийцу, или же природа отомстила за свое чадо, разбив корабль о капле. Китобойный промысел нанес настоящий удар по экологии океана. Ученые забили тревогу. И наконец, в 1986 году Международная комиссия установила строгий регламент на добычу китов, а коммерческий отлов был полностью запрещен. Кажется, наши большие меньшие братья не держат зла и все еще доверяют людям. Мы подходили к берегу Антарктического материка, к тому месту, где располагалась небольшая, в несколько домиков, аргентинская станция. К сожалению, нам не удалось познакомиться с ее обитателями. В домиках никого не оказалось. Станция находилась в консервации. Это была наша первая высадка на материку. Мы бродили по ледяному покрову и пытались представить, как можно здесь жить и работать в долгой изоляции от мира обитаемого. Особенно в бесконечную антарктическую зиму с ее холодом, шквальными ветрами и снегопадами, с ее долгой полярной ночью. Площадь материка вместе со льдами и островами составляет 14 миллионов 100 тысяч квадратных километров. Это огромное пространство не принадлежит ни одному государству. Только ученые разных стран приезжают сюда на временное жительство для проведения своих исследований. Антарктиду называют территорией мира. И действительно это единственное место на планете, где нет военных конфликтов. Здесь царит дух дружбы, понимания и реального сотрудничества. Но чем не прообраз идеальной системы жизни и взаимодействия между людьми? Этот правовой статус сугубо мирного континента установлен в соответствии с решениями международной конференции, которая проходила в Вашингтоне 15 октября 1959 года. 12 государств подписали договор, согласно которому Антарктида остается нейтральной территорией, предназначенной сугубо для научных изысканий. В наши дни этот договор поддерживают 38 государств. На материке размещены 140 научных станций разных стран, в том числе 20 российских. Что интересно, наши станции расположены в самых экстремальных точках шестого континента. Станция Восток на полюсе холода, где столбик термометра опускается до 90 градусов. Станция Русская на полюсе ветров. Там ветер набирает скорость до 77 метров в секунду. Советские строители и ученые пришли на континент в 1956 году. Бесценны кадры хроники тех лет. Быть может именно они напитали нас в детстве романтикой дальних путешествий, великих открытий, жаждой подвига. Тогда за рекордно короткий срок были построены четыре полярные станции. Особенно трудным было создание крупной научной станции Восток. 28 февраля 1957 года из поселка Мирный вышел санно-гусеничный поезд. Ему предстояло преодолеть расстояние почти в полторы тысячи километров. Дни и ночи сквозь пургу и сыпучие снега двигался он к намеченной цели. В один летний сезон дойти до места не удалось. Долгую зиму поезд пережидал в промежуточном пункте. И здесь велась научная работа. А спустя год станция Восток была построена. Коварен нрав Антарктиды. Повсюду здесь вырастают непреодолимые преграды, поджидают опасности. Никогда не знаешь, чем может обернуться твой следующий шаг. и, увы, скорбный список погибших увеличивается. Вечная память героям. И слава все новым и новым храбрецам, готовым на подвиг, спешащим сюда на зов белого континента. На свое очередное погружение мы шли уже более уверенно и спокойно. Нас не покидало ощущение, что Антарктида благоволит к нам. Ее умиротворенный вид был знаком такого расположения. В этот раз решено было обследовать подводный район ближе к берегу. Надеялись увидеть что-либо необыкновенное. И не ошиблись. Мы попали в чудесные плавучие сады. Лучи солнца преломляясь сквозь толщу воды мягкими световыми пятнами ложились на диковинные растения. Это ламинарии или морская капуста. Здесь произрастают миллионы тонн питательного салата различных видов от планктонных орноклеточных до гигантов, листья которых могут быть длиною в несколько метров. Такое обилие подводной растительной жизни возможно здесь благодаря большому количеству минеральных веществ. биогенов. Они служат отличным одобрением для водорослей. А водорослями питаются различные рачки, которые в свою очередь становятся кормом для рыб, птиц и китов. Морское блюдечко так называется этот моллюск. Как раз любитель растительной лепище. А вот рачки бакоплавы поедают с водорослей органические частицы и заодно укрываются от хищников в густых зарослях. На морской капусте живет и пасется множество беспозвоночных животных. Хотя далеко не все они травоядные. На крупных листьях бурых водорослей удобно расположились для отдыха и ловли планктона красавицы актинии. Их легко принять за нежные цветы. Нравам же подобно крапиве обожгут всякого кто посмеет до них дотронуться. Этим редким видом многолучевой звезды можно любоваться только здесь в холодных водах южного полушария. Многих обитателей подводных скал легко спутать с растениями. Это и мягкие кораллы, и актинии, и губки. И все они питаются планктоном. Морской огурец, похожий на цветущий куст, на самом деле животное. Своими руками, веточками он собирает плавающие в воде органические частицы и отправляет их в рот, тщательно слизывая все до последней крошки. У губок механизм поглощения пищи иной. Они засасывают воду, отфильтровывают из нее все съедобное и выпускают из себя уже очищенное. Весной, когда свет и тепло проникают сквозь толщу воды, водоросли начинают бурно разрастаться. Для рачков и особенно криля, питающихся растениями, это блаженное время любви и активного размножения. Огромными стаями перемещаются они в толщи воды и в свою очередь становятся сытным калорийным блюдом для всех морских хищников. А этой рыбке и плавниками шевелить не надо, чтобы добыть себе пищи, только успевая открывать рот. на этот богатейший источник питания претендует и человек. Ученые подсчитывают, сколько тысяч тонн рачков можно выловить из океана, чтобы не нарушить баланс и не погубить морских обитателей акватории. Тем более, что такой постыдный и печальный опыт у нас уже есть. Вслед за стаей пингвинов мы всплыли на поверхность. И сразу попали в окружение довольно шумной толпы. Обитатели этого оазиса южные морские котики и пингвины. В отличие от морских слонов, неподвижно лежащих на островах, эти представители отряда ушастых тюленей отличаются характером темпераментным и гривым. Они, как и все тюлени, гаремные животные. Часто самцы вступают в борьбу с себе подобными за обладание лучшими самками. К такому соперничеству они готовятся с молодым, устраивая тренировочные бои. этот юнец, видимо, проиграл турнир. Вот и слезы и обиды в глазах. На самом деле под водой, где приходится высматривать пищу, они видят лучше, чем на земле. Оттого и эффект умилительной слезы. на берегу тюлени чувствуют себя вольготно и никого не боятся. Могут даже по-хозяйски порычать на человека, посмевшего ступить на их территорию. Ничего не поделаешь, приходится ретироваться. Дурной пример заразителен. И вот уже в пингвине и семейке объявился строгий хозяин. Он разогнал всех сородичей и, кажется, упоен своей силой и властью. хор мальчиков. Правда, похоже? У каждого здесь своя сольная партия. Интересно, о чем поют мартовские пингвины? И снова в воду. Пора освежиться и перекусить. Солнце прощалось с морем, поминутно окрашивая его разными оттенками цвета. Оно уходило за горные хребты, словно погружалось в белую ледяную холыбель. Наш корабль Григорий Михеев тихо вплывал в безмолвие вечера. Но тишина царила только снаружи. Внутри в просторной кают-компании за дружеским праздничным ужином собрался весь международный состав экспедиции. Повода для веселья было как минимум два. День рождения девушки из Германии. Мы от души поздравили ее и чисто по-русски поднесли чарку водки. И пригласили в Россию обучаться подводного плавания. Затем мы выставили все свои запасы славного русского напитка по случаю дня 8 марта. Мало кто из наших зарубежных друзей понимал, что это за праздник. Но дамы были тронуты вниманием и особенно после исполнения в их честь русского шлягера. Их носят на руках и мы опять готовы руки поставить. Далеко за полночь длилось веселье. Теплые пожелания и песни на всех языках мира разносились по ледяным окрестностям. И может быть хоть чуточку растопили холодное сердце красавицы Антарктиды. Конечной точкой нашего путешествия был залив Маргарет. Вот где мы попали в настоящие ледяные джунгли. Айсберги буквально обступали нас со всех сторон. Покачиваясь и кружась они словно исполняли некий ритуальный танец. Прибрежные ледяные карнизы зависали над водой готовые вот-вот обрушиться и пуститься в свободное плавание. наше путешествие подходило к концу. Последние погружения были самой сложной частью программы антарктического дайвинга. Нам вновь предстояла встреча с айсбергами. В этот раз их было много больше и по количеству и по площади. Требовалась максимальная собранность, точный расчет и четкое взаимодействие всех членов команды. Прыжок в бездну и снова мгновенный переход в иное состояние. Парение, полеты. Из Синевы вод к нам навстречу выплыл старый знакомец Гребнили. Его мерцающие огоньки приглашали следовать за ним в глубину подлёдного мира. Огромная стена, выросшая перед глазами, казалось, не имела конца и края. Основанием своим она уходила в бездонную пучину. Дух захватывала от этой мощи. И снова мы любовались искусством неведомого скульптора, украсившего поверхность ледяного массива изысканным орнаментом. Камень, похожий на рычаг, осколок материковой породы, прихваченный при сползании ледника. От соблазна попробовать перевернуть гору, взявшись за него, мы благоразумно отказались. ради уникального кадра операторы решили поднырнуть под айсберг снизу. Мы знали, что ледяные горы иногда садятся на дно и всей своей тяжестью врезаются в почву, пропахивая ее до пяти десяти метров вглубь. Но любознательность сильнее страха. Вряд ли еще раз в жизни выпадет случай сфотографировать подошву ледяного гиганта. Обследуя айсберг со всех сторон, мы обнаружили в одной из стен вход в пещеру. Самые храбрые, немало не кореблясь, вошли в нее. изнутри айсберг оказался испещерен узкими ходами и коридорами, соединявшими между собой небольшие гроты. Волнистые стены и потолок были отполированы до хрустальной прозрачности. И в каждой грани льда вспыхивали блески света, переливаясь всеми оттенками перламутрового, голубого, синего. Мы наблюдали, как истончалось и таяло, становилась хрупкой ледяная громада. Возможно, мы были первыми, кого Антарктида впустила в самое сердце айсберга. Во всяком случае, мы не побоялись принять это приглашение. Наверху нас ждала еще одна неожиданная встреча. Голубоглазый баклан. Его чрезмерное любопытство чуть было не лишило нас объектива. Последние часы пребывания на материке. Так хотелось сполна вобрать в себя суровую красоту и первозданность этого заповедного края. Цвет моря и снега, аромат и свежесть кристально чистого воздуха, звенящую тишину ледяного пространства. Мы прощались с обитателями шестого континента. Бог весть удастся ли свидеться еще. Во всяком случае, мы мысленно желали им жить и здравствовать, сохраниться во всех видах. Спасибо вам за ваше бесстрашие и доверчивость и за ту радость почти детскую, которую вы нам подарили и за надежду, с которой вы смотрите на нас. Она ко многому обязывает. И мы, люди, постараемся ее оправдать. Мы возвращались на корабль. Через несколько часов Григорий Михеев возьмет курс на север. Домой. Десять дней, проведенные здесь, спрессовались в один чудесный блистающий миг, где все было возможно, как в сказке. Полеты, превращения, встречи с неведомым. И вот этот миг таял, уходил за горизонт. С чувством грусти покидали мы полюбившуюся нам землю. Такую суровую с виду, опоясанную плотной громадой снега и льда, а в сущности такую хрупкую, уязвимую. Этот загадочный материк, как пуповина мира, где возможно хранятся все первородные истоки жизни на планете. Оборвать эту тонкую нить легко, а сохранить природную целостность заповедной части света значит спасти себя и все живое вокруг. Кажется, Антарктида дает нам этот шанс. Следующие двое суток природа брала свое за прекрасную погоду, подаренную нам на Южном материке. Разыгрался шторм, достигавший временами 10 баллов по 12-бальной шкале. Крен судна доходил до 50 градусов. Амплитуда вертикальных колебаний до 10 метров. Смотреть на океан из окна было и жутко, и захватывающе. Происходило что-то совершенно необычное и может быть именно то, чего многие из нас искали в этом путешествии. Океан грохотал, стонал, ярился, словно спохватившись хотел досказать нам вслед что-то очень важное. В его голосе была одновременно и угроза, и жалоба, и торжествующая песнь свободной стихии. Как ни странно, мы не чувствовали себя щепкой в хаосе волны. Напротив, внутри все ликовало, пронизывало сознание того, что и ты духом сродни этой стихии, готов поспорить с ней, что и тебе внятен зов загадочный, необъятный и всегда притягательный страны Антарктиды. 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 Антарктиды.